Здравствуйте, уважаемые друзья, слушатели и зрители моего канала в YouTube и моего клуба органического земледелия. Зовут меня Фролов Юрий Андреевич, я биолог, естествоиспытатель, эколог, предприниматель, но много кто еще, перечислять не буду. Обо мне можно узнать, посетив мой блог, мои сайты в интернете, вы их легко найдете. Сегодня наша тема аграрная, тема по выращиванию томатов, а именно по срокам посадки, семян и по срокам пересадки, готовой рассады на грядке в открытый грунт и в теплице, либо в зимние сады. Я сам обожаю томаты, очень много сортов и гибридов перепробовал, выращивал, так что могу дать вам хорошие советы. Итак, я уже выпускал ролики, где было сказано, каким образом надо проращивать сами семена, и как пересаживать из мини-тепличек, вот таких, которые мы импровизированно делаем, видите, даже конденсат на крышке, еще есть, потому как температура, свет создают определенную среду, и если мы помещаем субстрат, вроде вермакулита, на который уже сеем семена, то у нас создается влажная среда под крышкой, это могут быть маленькие контейнеры любые, не обязательно такие большие, как этот. Когда семечки взошли, а схожесть их уже составляет при качественном посадочном материале около 100%, то мы пересаживаем их в стаканчики, пикируем вот в такие маленькие, которые я применяю, это удобно, это медовые стаканчики пластиковые, они эластичные, в то же время очень прочные. Через несколько дней, буквально 3-4 дня, мы видим вот такой прекрасный маленький томат, то есть уже он вырос в несколько раз. Поливаем, не пересушивая, для этого нужно сначала накрывать крышечкой, но вы найдете этот ролик, не буду повторяться. Теперь буквально через еще 3-4 дня мы видим уже вот такой томат. А далее, если мы будем применять знания методики, которые я рассказывал о почве, о подготовке почвы и о освещении, правильном освещении томатов, то мы получим вот такой результат за 30 дней. Посмотрите, какие гигантские томаты, просто можно сказать стволы, а не стебли, вот посмотрите, какие сантиметры, ну где-то 8 миллиметров в диаметре, 8 миллиметров ствол, прочный, стоит устойчиво, твердо, 30-35 сантиметров высотой вырасти могут томаты буквально за 30 дней от момента посадки семечка, вот что мы имеем. Буквально два дня у нас сейчас по дате и будет ровно 30 дней. Значит высаживать семена высокорослых томатов крупных с поздним сроком созревания желательно за 45-50 дней до высадки их в почву. Но если условия позволяют, о чем я рассказываю и буду говорить в своих роликах на своем канале, то можно ускорить этот процесс до 30 дней. И в таком случае, если вы живете в средней полосе России, то целесообразно в начале марта высаживать семена на посадку, то есть уже буквально в начале апреля вы можете их высаживать в теплицу, а про тепличную высадку у нас будут отдельные съемки. Значит, если вы в регионах Сибири, то в таком случае делайте где-то чуть позже смещайте. Но если у вас хорошие обогреваемые теплицы, то вы можете в тот же срок применять. Эти даты будут те же самыми, что и для средней полосы России. Если вы саживаете в открытый грунт, то помните, что погода переменчива и неустойчива до середины мая. Сейчас, конечно, климат меняется и тепло уже наступает в более северные регионы, приходит тепло раньше, чем это было, скажем, 5-10 лет назад. И тем не менее, середина мая. Ну, отнимите месяц, отнимите полтора, что мы получаем? Середина марта. Это тогда, когда стоит сажать томаты на выращивание, если вы будете их высадку производить в открытый грунт. Если в теплицу, то раньше, в зависимости от того, насколько позволяют у вас условия, у вас обогреваемая теплица, зимний сад, значит, и нужна ли будет досветка, или вы хотите обойтись без досветки. А поскольку солнце только начинает увеличивать свой световой, скажем так, режим дневной, то есть все больше и больше идет по мере того, как мы продвигаемся к лету, то тогда нужно будет предусмотреть освещение, если вы будете высаживать в марте-апреле. В общем, помните, что у нас есть при правильной методике выращивания где-то месяц, месяц и неделя, чтобы мы могли прекрасную крупную рассаду высадить или в открытый грунт, или, соответственно, в зимний сад в теплицу. Теплицы у нас, как правило, не обогреваемые, поэтому для зимних садов одно, в зависимости от ваших условий и возможностей. А вот уже если теплица, то тогда мы можем от погоды, но тем не менее, сдвинуть это где-то на середину апреля или на конец апреля, высадку томатов в грунт. Теперь немного слов, буквально пару о том, какие я рекомендую сорта. Я перепробовал более 100 сортов и гибридов томатов. И скажу вам, что есть у меня любимцы, но я вам их порекомендую. Прям вот конвертики разрезаны, потому что все они были высажены. Покажу вам. Значит, этот, например, томат Увертюра. Высокий, сладкий вкус, плотные томаты, небольшие, ну и, собственно говоря, очень обильный урожай дают. Мне нравится эта культура. Уникальный томат Черная Гроздь. Этот гибрид был получен голландскими селекционерами. Не бойтесь, это ни генная модификация, ни трансгены. Это такой гибрид, очень интересный. Очень большое, высокое содержание многих витаминов, соответственно, антиоксидантов, минералы. Это уже зависит от почвы. Я начал в этом году в большом количестве вот этот томат выращивать. Значит, есть неплохой сорт томат Роза Ветров. Старый сорт, буквально 90-95 дней, и его можно, значит, получать плоды. Весьма крупные, сочные, достаточно лёжкие. Томат Виагра. Это интересный, очень интересный гибрид. Тоже относится к тёмным томатам, но он не совсем чёрный. Тем не менее, он урожаен до 10 килограмм с квадратного метра вы можете получить. Очень полезный. Но срок его созревания 100-112 дней. Поэтому учитывать надо, что для теплиц это идеальный вариант. Для зимних садов тоже в открытый грунт нужно сажать уже 40-45-дневную рассаду. Прекрасный маленький томат Лампа Алладина. Маленький, жёлтый, сладенький-сладенький. Тоже прекрасные плоды. Хотя, скажу так, что это из сладких томатов, таких капельной формы, не самые маленькие. Иногда плоды достигают до 200 и более грамм. То есть, не малюсенькие. Вот. Прекрасный сорт. Очень рекомендую. Значит, что ещё могу сказать буквально о нескольких сортах и гибридах. Вот это финик красный. Ну, это прекраснейший гибрид, который, значит, уже прекрасно себя чувствует и растёт при 20-22 градусах. Вот. И, значит, очень обилен. Но маленькие плоды, буквально по 20 грамм. Но великолепный вкус у них. Я их очень люблю. Белороса. Вот этот томат. Это известный японской фирмы. Соката. Прекраснейший томат. 55-60 дней всего лишь у него от высадки в грунт до плодоношения. Плоды по 200-300 грамм. Великолепные вкусовые характеристики. То есть, великолепные. Он очень устойчив к фитофторе. Ну, и к десяткам видам, значит, инфекции, паразитам, грибкам. Даже к нематодам. Вот. Поэтому ему можно даже выращивать в открытом грунте. Естественно. Но сажайте после 15 мая. Он быстро созревает и успеет легко высадить. Даже если вы посадите 1 июня хорошую рассаду в открытый грунт. Да. Так что он не дёшев, как и чёрная гроздь. Но это стоит того. Ну, и, пожалуй, скажу ещё. Такой японский оранжевый трюфель. Тоже прекраснейший томат. Масса 100-150 грамм. Вот. Ну, в каждой кисти где-то по 5-6 плодов. И, в общем, значит, достаточно быстро вырастает. Держит низкие температуры. Ну, и, в общем-то, очень красивые плоды в виде трюфеля. Ну, и плотная консистенция у него. Поэтому он очень хорош для консервирования. Кто консервирует. Вот. Я расскажу обязательно в дальнейшем и о других сортах и гибридах томатов. Я сам очень люблю томаты, как я уже говорил. Поэтому обязательно будем с вами не раз встречаться на эту тему. Я буду рассказывать редкие, ценные, интересные методики по увеличению массы плодов, их вкусовых свойств, качеств и срокам созревания. Дам агроприемы, такие интересные, ценные. Также я провожу занятия практически в моем хозяйстве в Ржевском районе Тверской области. И скоро откроется еще одно мое хозяйство, где мы будем приглашать, куда, вернее, мы будем приглашать всех желающих обучиться методикам аграрного земледелия, улучшения плодородия почвы и работы с разными культурами. В том числе даже тропическими. Поэтому подписывайтесь, я вас призываю на мой канал. Получите много интересной информации. И до встречи в нашем клубе органического земледелия. Всего вам самого лучшего.